Егорушка, я вернулась от мамы и очень соскучилась. Здрасте. Егор, это что такое? Да, Вика, это то, что ты подумала. Ты нас застукала. Да? Да. Подожди, а когда это я пропустила такое? Ты же не уделяешь мне внимания, вот и пропустила. Ах, да, вы же постоянно вдвоем то в гараж, то на футбол, то на рыбалку. А меня ты никогда с собой не звал. Так мы это... Мы с Олеженькой любим друг друга, и ты в этом виновата. Что, еще и я в этом виновата? Да, у тебя же постоянно болит голова. Да, у меня постоянно болит голова. А вы реально больные на всю голову. Ничего подобного. Вот у Олеженьки никогда голова не болит. Че это, иногда побаливает. Да, а вот у меня никогда. И давно вы вот этим вот занимаетесь? Да, уже давненько. Две недели. Какой кошмар. Это ж как я такое-то и не заметила. Потому что ты постоянно у своей мамы. Так, Егор. Тогда выбирай. Или я, или оно. Это непростой выбор. Мы слишком любим друг друга, чтобы сделать этот выбор. Ах, вот так вот. Тогда, Егор, прощай. Ноги моей не будет в этом доме. Два п***а. Они даже не обижаются. Какой кошмар. С кем я жила? Блин, наконец-то. Уже и так 15 минут тайма пропустили из-за нее. Слушай, Егорыч, а ты вообще уверен, что она этого стоила? Да, конечно, стоила. Олеженька. В смысле, Петрович. Если бы она увидела, что мы в кровати прямо пьем пиво, да еще и с сухариками, она бы нас порвала, как тузик грелку. А так нормально. Чемпионат мира досмотрим. Ну, ну. Подобей же ты. Ё-моё, да как можно было с двух метров промазать? Вот где настоящие, херебки. Ну, давай контратака, давай. ГОЛОФИН Что ты думаешь? Что за мажки? Надо вообще-то держать дистанцию. Ты мне говоришь? Ты за собой сниди. На троих! Так, ну что, продолжаем. Давай. АА-7770ВИ. Это легко. Прокурор нашего района. Правильно. Молодец. АА-303МИ. Это любовница нашего начальника. Так, точнее. Третья любовница, нелюбимая. Если очень пьяная, то можно останавливать. Правильно. Молодец. Так, теперь давай из сложного. АЕ-1267КН. А это точно из нашего списка? Точно из нашего списка. А марка машины? Эту машину вообще не надо, чтобы ты понял. Марка машины, значит, где у Ланос зеленого цвета, такие как доллар. А, зеленый Ланос начальник антикоррупционного бюро. Правильно. Так. А золотый Порш Каен АА-301? Это бабушка начальника антикоррупционного бюро. Молодец. Вивчив список. Все, можно работать. Так. Опа, летит. Так, что там? 4812. Есть? Нет такого номера. Нет. Давай, остановлю. Иди сюда. Записал? Записал. АЕ-4918 – це племянница нашего начальника ГАИ. Любимая племянница. Пометь. Вибачаюсь. Любимая племянница. Записал. Записал. Ну все. Я вообще не понимаю, что вы меня остановили. Вам что, не передали с первого поста? Не. Ну, видимо, перестарался. Ладно, давайте. А… А… Я… Вибачаюсь, можно питанечку у вас одна? Давай. Давай. А что племянница… Любимая племянница начальника ГАИ не сделает себе нормальные номера? Там… Четыре нуля, або четыре симки, чтоб мы ее не зупиняли. Да потому что Кира – это скромная девочка, которая не хочет выделяться из толпы. Понял? Да, Кира? Да. Поскромнее надо быть, дяденьки ГАИшники. Времена платных номеров заканчиваются. Понял. Ну что, поехали, а то в садик опозда. Можно я порулю? Я… Ладно, понял, извини. На троих… Ты зараза какая, а? Рома! Рома, иди сюда! Рома, тут ты… Тебе налево… Ты не ходишь! У тебя, Палик, зачем кричать? Я тут. Давай, помоги болт сорвать. Блин, где тебя носят? Я нам клиентуру набиваю. Какую еще клиентуру? Как какую? Я вот тут на дорожке перед мастерской и на тротуарчике аккуратненько рассыпал гвоздики. На хрена? Как на хрена? Будет ехать машинка, колесико, пуф, а тут сразу мастерская. А мы им добро пожаловать. Ну на дороге-то ладно, а на тротуаре зачем? А вы видели, где эти уроды паркуются? Ты предприниматель. Давай, держи, не могу болт сорвать. Может постучать? По голове себе постучи. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Только заснул. Вы мне как раз очень нужны. Обрюхать он девку, да? А теперь в отказ пошел. Девушка, вы если этот отказывается признать отсутство, вы мне так скажите, я на него повлияю быстро. Нет, вы неправильно меня поняли. Я гуляла по тротуару, а какой-то идиот рассыпал гвозди на дороге. Так я вот колесо на коляске пробила. Да, идиотов сейчас хватает. Не посмотришь, Рома? С вашего разрешения посмотрю, да? Тихо-тихо, тихо-тихо! О-о-о! Это кто это у нас тут сигнализацию включил? Ла-ла-ла-ла-ла! Опа! Да, жалко, что я его любимую игрушку забыла, дома. Да вы не волнуйтесь, у нас вот этих игрушек хватает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да-ка, держи, что это? Вот, бери. Молодец. Я все. Сейчас я вам обрать на его пришпиндолик. Спасибо вам огромное. И запасочку еще вам, на всякий случай. Благодарю. Громчик, смотри. Только взял ключ, сразу уже успокоился. Но точно будущий автомеханик. Ты глянь, может, это все-таки твой? Я палец. Он хрюченький. Хрюченький такой. Ай, молодец. Ну что, омыватели работают хорошо, давление отличное. Говорят, это к деньгам. Я так понимаю, это мне за работу? Этого даже много. Вам счастливого пути. Как говорится, не жасла, не гвозь. Спасибо огромное. Простите. Иди, собирай гвозди. Иначе я с тобой не такое еще сделаю. На троих. Ну, ну. Есть. Копали. Да блин, фигня какая-то золотая. Так, это точно здесь? Да здесь, здесь, здесь. Ну, карта врать не будет. Блин. Вот. Саня, вот это точно оно. Давай. Да блин, искать, копать. Опять какая-то ерунда. Что, мужики, клад ищете? Ага, сокровище. А вы знаете, что мне, как представитель власти, полагается 25 процентов? Да будьте 25 процентов. Найти бы. Что там? А, блин. Блин. Ничего себе. Если вы такие дорогие часы выбрасываете, что же вы за клад тогда ищете, а? Какой, какой? Самый дорогой. Саня, вот это точно оно. Давай. А я тебе говорил, найдем? Крышка-то железная. Эх, поехали. Не понял. Не понял. Ах ты гад такой. Думал, я не найду твое сокровище, пират хренов. Дома тебе пиз... Ну, и дальше размыто. А ну-ка, иди-ка сюда, алкоголик. Ну да, сейчас ты получишь свои обещанные 25 процентов. Нет, нет, нет. Это он придумал, Марина. Это он придумал. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Ну что, мой дорогой друг, как себя чувствуете? Превосходно. Вы знаете, как будто заново родился. Прекрасно. Вот с таким настроением на выписку. Отлично. Сейчас еще небольшая простенькая процедурка. Сейчас медсестра все сделает и на выписку. Здрасте. Как, Лешкина? А, да. А вы что ли сегодня дежурная? Да, а что? Ну, видна судьба. Давайте сделаем витаминную крепляющую капельницу и будем готовиться к выписке. Конечно. Конечно. Доктор, доктор. Обязательно всем скажу, что у вас самая лучшая больница. Лучшие специалисты. Спасибо. Вы большие молодцы. Спасибо большое. Очень приятно слышать от пациентов такие слова. Пожалуйста. А то, знаете ли, обычно пациенты, когда выписываются не спасибо, не до свидания, встал и пошел. Как будто мы тут все должны. А вот от вас... Да. Так вот, действительно, с вами согласен, что коллектив у нас профессиональный. Все очень дружные. Все вот как один кулак, знаете ли. Как один организм, я бы даже сказал. На каждого можно положиться. А что это с вами происходит? Коклюшкина, а что вы ему вкололи? Пизросвор. То, что вы сейчас сказали, наверняка использовалось при вашем зачатии. А то, что вы ему вкололи... По-моему, это спирт. Не может быть. Коклюшкина, вы что, вкололи пациенту спирт? Вы вообще с ума сошли. А, действительно. Представляете, баночка старая и надпись стерлась. Поменяйте срочно на физраствор. Господи богу. Вот видите, с кем приходится работать. А вы говорите, хороший коллектив. Не очень-то хороший коллектив, когда есть такие специалисты. Все! Доктор, готово. Готово. Честно говоря, если бы не ее папа главврач, ее бы давно здесь уже не было. Готово, да? Да. А что вы поставили? Пизросвор. А почему тогда пациента трясет? Наверное, потому что ему холодно. Да, конечно. Ему просто так вот стало холодно в июле месяце. Плюс 28 градусов. Однокровный. Коклюшкина, что вы ему поставили? Физросвор. Я ему адреналин царахнула. Вот это я даю. Вот видите, с кем приходится работать. Это не сотрудники, это какое-то наваждение. Да меняйте вы. Меняйте вы. уже не нужен физраствор ставьте глюкозу ставьте боже мой последнюю баночку на всю больницу у нас человек при смерти конечно все будет хорошо все будет как посмотрите на нее это котлюшкина ну что вообще чего доверить нельзя славе господня посмотрите что с человеком происходит что делать то нужно а я баночку разбила заметил что вы сейчас делаете думаю давайте вы будете думать вы просто достаете на шатырь и спасете этого человека хорошо хорошо все хорошо да что же вы делаете коклюшкина ставлю на сатырь да не внутривенно же поднос ему а поднос ему до крышечку снимите пока вы крышечку снимаете человек уже всё всё он уже не дышит фур right быть какая всё гоплык приехали идите чтобы я вас больше здесь не видел 1 я пошла туда и дети госпож если соя в операционке идите пока вы не убили Вот если бы не ее папаша главврач, я бы вообще на ней не женился, когда этот папаша откачурица уже. Серьезно, хочешь ты так вот со всей дури, так вот со всей сука из мочи? Дядь Мить, ты что, сдурел у тебя что, горячка белая? Да нет. Серьезно, надоели мне труды. Не хочу быть трудовиком. Ну и кем вы хотите быть? Учителем химии. Я знаете, как смешивать люблю. О, конечно, это я знаю. Особенно после последнего раза, когда я тебя откачиваю. Нет, серьезно, без балды. Вот в крови у меня что-то химичить. У нас, конечно, школа современная, инициатива приветствуется, но к спирту тебе доступа не будет. Так не на спирте жиди, нам химия держится. И вести будешь в средних классах, чтобы собутыльников у тебя не было. Наёша Константиновна, вот хрест на позе. Только H2O. Исключительно. Похвально. Слышал? Звонок для учителя. Ступай. Разрешите приступать? Разрешаю. Наёша Константиновна, у меня заявление. Угу. Мне уже вызывать журналистов, да? У нас великое открытие, наверное. Да не. Ну, просто я понял, что химия – это не моё. Ага. Да, недолго тебя хватило. 24 минуты. Ну, серьёзно. Химия, труды – это скучно. Я же человек творческий. Мне иногда хочется петь. Так это, чтобы дышать. Ага. Всё-таки нашёл спирт, да? Да не. Не. Ну, серьёзно. Я потомственный прямо. У меня батя на похоронах лобал. Только хочется прям… Голуби лететь! Да успокойся ты, дядь Дмитрий. Ну. Они и без тебя эти песни выучат. Да, пожалуйста, можно без песен. Я же инструменты музыкальные могу. Детишкам преподавайте. Сапелка, бобин, маракасы… Да на чём угодно играй. Подожди. Только не на моих нервах. Угу. Там, по-моему, Виктория Викторовна приболела. Пойдёшь музыку заменять в шестой «Б»? Коллега, премного благодарочка. Ах, Господи, что ж… Беда! Что случилось? Надежда Константиновна, беда! Украли! Нас обокрали! Представляете? Среди мела дня! Вот так вот взяли и украли! Что украли? Так, надо звонить. Надо звонить в полицию быстрее. Да подождите вы! Что конкретно украли? Из кабинета химии вынесли колбы и реактивы. Чё вы всё? Нет! А из музыкального кабинета трубы и тромбоны. Вот дядя Митя скотина, ну… Простите, а ему зачем это? Колбы и музыкальные инструменты. А в столовой сахар и посуда. Он там самогонный аппарат собрал. Побежали быстрее. Поздно. Я только что слышала, как старшеклассники спорили, кто кого больше уважал. Бежим быстрее, может кого-то удастся спасти! Какой кошмар! Какой кошмар! Литр пива, пожалуйста. Конечно. Пожалуйста, ваш литр. Скажите, пожалуйста, а вы уверены, что здесь ровно литр? Ну, конечно. Бокалы у нас литровые. А мы это проверим сейчас. А вот эта баночка, она точно литровая. На бокалы у них. Так-так-так-так-так. Ага! Видите? Что вот это вот? Ну там плюс-минус. Ну пенка еще осядет. Ага, знаю-знаю-знаю. Минус пиво мне, плюс денег вам. А ну-ка быстренько мне, быстренько долейте. Пожалуйста, с горочкой. Другое делаю. Скажите, пожалуйста, вобла у вас одинаковая? Вобла. Как под копирку. А это мы сейчас и проверим. С одной воблой. Знаем мы, знаем мы. Сантиметры, миллиметры. Видите? Видите, на 5 миллиметров больше. 5 миллиметров! Пять! Так, одну секундочку. Одну секундочку. И не стыдно вам, а? И не стыдно! 8 грамм! 8 грамм рыбы! Эх, вы! Эх, вы! Я беру вот эту. Заберите эту милочку. С ума посходили. Что-нибудь еще? Так, скажите, вот эти крылышки ваши. Крылышки в медовом соусе. Быстро поднесите мне. Пожалуйста, ваши крылышки в медовом соусе. Ой-ой-ой, молодой человек. Это не должная температура для употребления внутрь. Ну, и медового соуса тут. Измените, кот наплакал. Да что с медовым-то не так? А вот посмотрите. Видите, край крыла. Вообще без меда. А ну-ка, быстренько. Быстро позовите мне вашего неумеху повара. Быстро. Вы уверены? Я сказал, быстро повара сюда. Узвар Кизилович, вот он. Кто? Ты? Тебе не нравится, как я готовлю? Что тебе не нравится? Тебе вот эти вот крылышки не нравятся? А что? Медовый соус тебе не нравится? Очень нравится, очень. Порция маленькая. Огромная, огромная порция. Огромнейшая. Тогда чего звал меня? Хотел благодарность выразить, да? Выражай. От всего сердца. Благодарю вас за эти замечательные крылышки. Рыба у вас на три метра больше, чем обычно. Молодец. Приезжай ко мне домой, выпьем. Работаешь. Извините, пожалуйста. А где у вас туалет? Ну точно не здесь. На троих. Ох. Так, вот на стул. Товцу, короче. Доброй ночи. Да я на секундочку прилег, просто глаза за... О, блин. Кому доброе, а кому всю ночь еще дежурить. Привет, кабан. Здорово, мусорянин. Поймал его, когда колеса снимал с машины. Ну так что ты его ко мне в отделение привез? К себе надо было его тащить. Да не могу его ввести. Он же с моей машины колеса снял. По инструкции надо ждать наряд. Так идите себе на улице и ждите ваш наряд. Не положено. По инструкции надо ждать в закрытом помещении. Ага. Вы задолбали со своими инструкциями, инструкциями, инструкциями. А хотите я вам расскажу историю на сон грядущий? Кабан, я знаю все твои истории и сплю я неплохо, если меня не будет. А что за история? История про оборотня в погонах. Люблю слушать истории про старую коррумпированную милицию. А вам по инструкции такие истории не запрещено слушать? Да нам на курсах только их и рассказывали. Лучше вас на приусах научили ездить. Ну короче, рассказывать историю или нет? Да, Кабанов, рассказывайте. Так вот, история эта про мента, который в полнолуние превращался в волка. Слушай, Кабан, а давай я тебя сейчас вот этой палочкой, выручалочкой разок лясну, и у тебя все истории закончатся. Не надо, не надо. Рассказывайте, Кабанов, очень интересно. Я просто в детстве славянской мифологией увлекался. Мифологией – это хорошо. Короче, дело было так. И с тех пор, каждая полнолуние, он приходит в этот участок. Да брехня все это! Я своему ребенку еще страшнее истории рассказываю. Ну да, брехня. Короче, слышишь, присмотри за ним, я пойду отолью. Только быстрей, пожалуйста, я тоже хочу. Больная история страшная. Да я тут за углом сейчас. А сегодня же полнолуние. Ну это же миф, да? Сказка ведь? Кто знает, кто знает. Наверное, собака водит. Ну да, собака. У-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у! Че-то ты быстро, Петренко. А че-то с молодым? Он как в парень полетел. Оборотня увидел в погонах. Граф, ты что тут делаешь? Что делать? Работает в отличие от некоторых. Иди, иди, место. Ой, е-мое. А лужу он тут тоже по инструкции наделал? Капец. Он убирает. Поддержание. Когда эти японцы придумают такой устройство, чтобы ездить и руки были свободны? Сколько денег пролетает, пока это обед? Петрович, все денег не зарабатываешь. Конечно, если у тебя есть знак 40, и ты на автобане, то деда. Смотришь, как несется. До земли прижимается, как будто ластевка перед дождем. Перед грошовым дождем. Сейчас я бы только куда бы это... Да тихо, 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 не суетись. Нехай соби еда. Бляхо, Саня, вот так вот 100 баксов пролетело на вітер из-за тебя. Ни-як и не на вітер. Диви. Другий, другий, это первый, как чути, прием. Другий слушает. Слушай, другий. Там до тебя от нас подарочек поехал. Так, 4 на 4. Ага. Нет, благодарности не надо. Просто помните про наших 20%. Все, бывай. Я принимаю. Оце я называю, Петрович, робота по франшизе. То это что, мы типа бизнесмени? Ага, а это наш бизнес-ланч. А это моя бизнес-пластиковая вилка. Ага, ага. Ага, еще одно морло поехало. А от тепер проблема. Я після обіду такий добренький стаю. Треба ждать, коли проголодаю. Ага. О! А ось и наши проценти приехали. Хе-хе-хе. За что? За что? 20% ваших, как договорились. Ты знаешь, кто был в джипе? Прокурор области. Что так смотрим? Что, еще добавить процентов? Не-не, нам хватает. А это ты как называешь? Это, Петрович, я называю издержки производства. Здравствуйте. Здравствуйте. Таможенная служба Украины. Чем могу помочь? Скажите, вам таблетки иностранные поступали? Да может и поступали. А вам какая разница? Что значит, какая разница? Мы хотим проверить. Вдруг это контрабанда. Да какая контрабанда? Вы что, у меня все документы готовы и в порядке. Документы. Документы и подделать можно. А вы откуда знаете? Откуда, откуда. Знаю и все тут. Короче, нам некогда. А ну-ка, быстренько нам покажите все ваши иностранные таблетки. Ага. Да ничего я вам показывать не буду. Я вообще сейчас полицию вызову. Тихо-тихо. Не надо полицию. Не надо полицию. Извините. Сейчас. Секундочку. Слушай, а ты точно не помнишь, в какие таблетки ты их прятал? Да я, может быть, и помнил бы. Но мы с тобой так хорошо отметили успешную операцию, что у меня память напрочь отшибла. Помню только, складывал их в коробку со словами «только бы не просрать». Да. Документы. Придется наугад искать. Ага. Скажите, а от чего у вас есть таблетки иностранного производства? Так от чего угодно. А давайте начнем с таблеточек от головы. Ай, хорошо. Сейчас. Память. Память. Точно. Вот. Пожалуйста. Так. Здесь. Аккуратнее. Да-да-да. Они же новые. Да. Ага. Что это такое? Да что ж такое? И тут таблетки. Давайте следующие. Да. Все. Остались только одни. От диареи. От чего? От… Точно. Диареи. Чтобы не просрать. Ага. 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 Так, девушка. Давайте нам всю партию вот этих вот таблеток. Всю партию? Да. У вас что там эпидемия на таможне? Представьте себе. Если мы не вернем эту партию, там все обосрутся. Пожалуйста. Спасибо вам огромное. Что спасибо деньги? Хватит без дачи. До свидания. До свидания. Так, у меня там еще две таких коробочки. Давай. Так ты ж с головы только ж убрал. Так что с головы-то? У тебя дубль сейчас? А, точно. Дубль у меня. Это сюда. И… Есть кто? Опять этот придурок накуренный, сейчас я его прибью. Да подожди ты. Чего не знаешь, клиент превыше всего. Есть кто? Приветствую вас! я говорю приветствую вас секунду я радио тише сделаю я кошка открою слушаю тебя землянин приветствую вас на нашей планете чем могу помочь у меня короче это в моторе чё-то постукивает а ну сейчас посмотрим пощупаем капотик дерните пожалуйста легко ну-ка о да тут у вас не початый край работы ты чё мастер у меня же мотор сзади это же межгалактический космокар так это извините должен был сам догадаться он же зеленый ты смотри посмотрим задний капотик ну-ка показуйте легко не разрывай мотор это надо имел ты конечно тут все понятно сейчас все сделаем сколько с меня или сегодня акция какая-то есть акция убей наркомана спаси планету значит получается замена плазматрона плюс рекуператора получается три с половиной тысячи три с половиной всего круто у вас самые дешевые цены в галактике вот держите раз-два-три половина половина спасибо я поехал ну шо куда пойдем тратить гонорар в ресторан или в казино ну как тебе малышка зая ты же знаешь всю жизнь мечтала попасть в египет все для тебя моя крошка все для тебя хеллоу мэдэм хелло сэр maybe you want something to drink о короче мне тубир энд коктейль инзе май герл о овкорс вон момент все же такой вежливый спасатель вообще круто ну так за границей я если хотел спросить а как мы сюда так быстро добрались за час а такая там мышь на скоростном подземном поезде понимаешь уже давно такие за границей есть вот у нас сейчас только появились да а а это точно океан что ты что это самый шо не до есть широченный океан мире а чего я тогда вижу противоположный берег где а а так это просто этот залив залив океанский это гирло китячая гирло они сюда на нерест приходят эти киты круто надо сводиться и отправить девчонкам они еще никогда не были на этой китачи гирле да класс это ж просто все инклюзив мы почему палатках здесь живем потому что это заповедник короче you're welcome your beer and drink о граци мили шо там фифти долларс многовато как-то на те так ладно я понял на тебя сотку все равно это больше тридцатки не стоит в украине может и не стоит а ты же жену в египет на о май бразерс thank you ukraine egipet forever я еще хочу на верблюдах покататься с а можно как-то верблюд организовать of course но проблем соточку добавь крохоборы о май бразер thank you very much one moment and very blue dition ok понятно блин дешевле было в египет съездить а давай на следующий год полетим на мальдивы я хочу там сфоткаться с обезьянками с крокодильчиками так зачем на следующий год он давай завтра на мальдивы смотаемся это тут рядом соседняя гирло да там и обезьяны и крокодилы и все есть пахлава медовая трубочки со сгущенкой да что они говорят по-нашему так где по-нашему это пахлава нашли переводится она и в виннице пахлава же пахлава хорошо просто улыбаемся добрый день любезнейшая здравствуйте чем могу помочь понимаете так сложились обстоятельства что мы вынуждены обратиться за финансовой помощью к вашему заведению то есть вы хотите оформить потребительский кредит скорее даже у потребительских на какую сумму какой суммы нам не хватает сейчас я произведу калькуляцию 22 гривны 34 копеечки всего вы измените но минимальная сумма кредита 1000 гривен любезная нам чужого не надо вы же слышали моего соучредителя нам надо всего 22 гривен и 34 копеечки не больше и желательно не меньше я понимаю но меньше чем 1000 гривен наш банк не выдает красавица ну зачем это бюрократия может мы вообще произведем некую коллаборацию и вы выступите третьей стороной в нашем консорциуме смысле в смысле третий будешь так место пока вакантно но участие платно 22 гривны 34 копеечки и все никаких скрытых платежей я не пью но могу предложить вам другой вариант вы оформляете кредит берете оттуда нужную вам сумму а остаток погашать и сразу не реально да мы согласны можно ваш паспорт я посмотрю кредитную историю конечно кредитная история у нас изумительная можете спросить у светки из гастронома напротив все записи в тетрадках наши вычеркнуты ни одного просроченного платежа репутация ну что ж все в порядке вот ваша тысяча гривен прекрасно дядь мить возвращай ненужные деньги и идем а то уже выгодят не могу рука не разжимается и я так давно не пил трехзвездочного коньяка хорошего а тут столько возможностей дядь мить ты чё какой коньяк у нас до зарплаты еще две недели витёк не разжимается может быть я охрану позову это бесполезно я эту хватку знаю чтобы рука рожалась надо чем-то расслабить у вас ничего нет ну осталось кое-что после дня рождения директора вот оплесните колдовства вот и замечательно у кого как вы замечали самые поганые хате пьют не меньше двух раз ну шабан стоял и деньги были все а я даже так скажу за присутствующих здесь дам он у нас джан дэнер я стоя саша позади все полегчало теперь распишитесь на договоре пожалуйста красавица а мы все кредит уже брать не будем необходимость так сказать самоликвидировалась настроение поправлено спасибо вам хорошего дня мы пойдем до свидания до встречи по банкам ходить а здесь такие милые люди же на все года во все века четвертый тост слушайте я вам скажу правду ситуация на самом деле печальная у вас очень мало времени я конечно сделаю все что могу но поторопитесь я понимаю бабушка привет здравствуй здравствуй мой хороший кто ты я твой внук внук мой любимый лешенька я женя бабушка женя я говорю я женя женя какая разница у вас мало времени извините продолжай бабушка продолжай у меня для тебя есть наследство оно очень большое большое при большое при большое я понял понял бабушка дальше дальше где оно где оно все мои драгоценности находятся в сейфе в сейфе в сейфе я слышу бабушка не кричи не кричи в сейфе в сейфе а сейф где где сейф то сейф находится за дверью за дверью друг то что делать что делать предупреждал вас быстрее надо быстрее бабушка продолжай кто ты я твой внук а аркашенька да да аркашенька я аркашенька внук слушай внимательно аркашенька у меня для тебя есть наследство я знаю бабушка знаю оно большое при большое при большое при большое я понял ближе к делу не перебиваю большое при большое при большое я понял где где сейф то сейф находится за дверью за дверью шкафа. Какого шкафа? Какого? С бельем, с одеждой какого? Шкафа. Вы издеваетесь, что ли, а? Вы не могли в обоих шкафах посмотреть? Извините, затупил. А можно ее еще раз? Послушайте, адреналин у нас не бесконечный. Да и сердце не резиновое. Ладно, только пожалуйста, я вас умоляю, быстрее. Где я? Где мой дед? Я только что с ним разговаривала. Ругалась гадиной. Ты не ругалась ни с кем, бабушка. Ты со мной разговаривала. Я твой внук Женя. У тебя большое наследство для меня. Оно большое, прибольшое, прибольшое, прибольшое. Оно находится в сейфе. Сейф находится на двери шкафа. Что дальше? Нет у меня никакого внука Жени. У меня есть внук Мишенька. Я Миша. Миша я, внук Миша. Мишенька, любимый мой, у меня для тебя есть наследство. Я знаю. Оно большое, прибольшое, прибольшое. Прибольшое, прибольшое, прибольшое. Ближе к делу. Прибольшое, прибольшое. Кот от сейфа, говори, карка старая. Кот от сейфа простой. Пиши. Это я свидетельство о смерти заполняю. Там всего 43 цифры. Пишешь? Пишу, пишу. Пиши, пиши. Что писать, бабушка? Пароль пиши. Какой пароль? Какой пароль? Цифры, говори, ведьма! Цифры. Цифры, точно. К 3... Так. 2... 1... 0... Да ну его нафиг это наследство! Я быстрее эти деньги заработаю, чем узнать из храны 43 цифры! Доктор, та же без меня. Умерла так умерла, оформляйте. Твою мать! Ну, ну вы видели? Я сделал все, что мог. Доктор, адреналина у нас в больнице много. Да и до пенсии мне еще далеко. Так. 11 гривен чайных? Чтоб тебе муж так давал! Денег! Как ты мне, Чеевый! Здрасте! Здрасте! Мармен, бокальчик пива! Сию минуту! Прошу! Спасибо! Не понял. Это что такое? А это такая мера предосторожности. У нас за последний месяц что-то бокалы ворвать начали. Не успеваем покупать. А, понял. У вас такая красивая официантка. Спасибо за комплимент. А вы не против, если я вас коктейлем угощу? Не против. Бармен, самый дорогой коктейль. Будет сделано. Да. Пожалуйста, коктейльчик. Спасибо. Вот. За знакомство. Вика. Александр. Да. Как вам коктейль? Очень, очень вкусно. Слушайте. Может, поедем ко мне домой, а? Ну, чего? А может быть, пока что еще по коктейльчику? Ну, зачем нам эти коктейли, если у меня дома есть прекрасный элитный алкоголь из дьюти фри. И есть еще кое-что. Ай. Едемте. Ну, черт, меня подели. Это... Это что такое у вас? А это, знаете, меры предосторожности. У нас за последний месяц уже четыре официантских декреты шли. А мы потом самому всех обстрелим. Здравия желаем, Надежда Константиновна. Инспектор Петренко по вашему приказанию прибыл. Здравствуйте, инспектор. Ну, это какая-то ошибка. Я вас не вызывала. Как мы вызывали? 15-го числа, 11-го месяца ежегодная у нас школа инспекторов дорожного руху. Ну, это правильно. Но с этого года по приказу Министерства образования этот курс у нас будут проводить полицейские. Как-то полицейские. Наши полицейские. А мы? Я же готовался. Я же той... Мне же премии надбавку... Ах, вот так вот вы, да? Кидаете нас. Кидаете у сметник, как мусор, да? А еще вчители называйтесь. Здравия желаю. Здравствуйте. Сержант дорожной полиции Евгений Гошенко к вашим услугам. Хорошо. Приперся уже. На что ты сюда приперся. Без тебя было нормально все. Я пришел учить детей правилам дорожного движения. Ага. А, и чему ты научишь? Ты пока сюда доехал, сколько ты приуссов разбил? Пять? Можете ерничать сколько угодно. Мне не о чем говорить с человеком, который берет взятки. Что, я брал? Ты конкретно бачил, что я брал? Ты там стоял, где я брал. Ты меня за руку хопал. У вас 500 гривен из-под фуражки торчит. Той, а той. Кошелек потерял и под фуражку поэтому положил. А вообще, что я перед тобой оправдываюсь? Ты кто вообще такой? Надежда Константиновна, давайте все-таки по старинке, как раньше. Я проведу эти занятия, да и все. И чему вы научите детей? Нарушать правила и брать взятки? А хотя бы так. Ты же научишь вообще ничего. Ты же правила ведь не знаешь. Чего это, знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Да тихо, дети, ребят, тихо. Давайте так договоримся. Вы сдаете тест мне. О, все понятно. Я готов сдавать. Кстати, потом еще перездачу тоже могу оформить. Не этот тест. Другой. Кто лучше из вас знает правила дорожного движения, тот и будет вести у детей этот курс. Согласна? А, да давайте. Я его сделаю. Посмотрим еще. Я тебя порву, я к тузе к горелку. Посмотрим. Давай. Что ты подглядываешь? Что подглядываешь? Что подглядываешь? Что подглядываешь? Что ты кишок, усы все вот так? Надежда Константиновна, никуда не подглядываешь. Так, все, ребята, время. Сейчас, подождите. Быстрее. Все, я первый. Так, сейчас. Ну и что, что первый? Наверняка больше всего ошибок сделал. Сейчас посмотрим. Хоть один вопрос прочитать смог? А что там, без еще одного было? Вообще-то 46 вопросов. Да я проверял, я знаю. Так, сержант Петренко. Я. Один ответ. Я, 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 кока, джамбо, я, 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 я. Вы меня не поняли. Один правильный ответ и 46. Да. 45 ошибок. Теперь понятно, почему вас расформировали. Я кто так? Там уже ошибка какая-то там. А на вашем месте я бы тоже так не радовалась. У вас тоже. Один правильный ответ. Как один правильный? Ага, лошара. Он убирают по объявлению. Из этого всего я сделала вывод, что дети нашей школы правила дорожного движения будут изучать сами. Я, сами. Как сами? Нельзя же без посредника. Надо инструктор обязательно, Надежда Константиновна. Ребят, я все сказала. До свидания. Давайте мы еще раз напишем тесты. Нет. Ну, Надежда Константиновна. Нет, до свидания. Надежда Константиновна, а может договоримся? Я сказала нет. Посмотри на нее. Вы тоже хотите договориться? Да нет, я где-то пистолет потерял. Наверное, в столовой. Ужас. На троих. Нет. Да нет. Редактор субтитров. Продолжение следует...